Это уже стены от вольеров, вольеры, которые предполагают стационарное содержание после операции для кошечек. Это здание на месте бывшей воинской части, а скоро здесь будет как в поликлинике. Стационар, операционная, все для кошек и собак. После ремонта в ветеринарном пункте приюта Ласка будут стерилизовать до 10 животных в день, 3 раза в неделю. Кстати, такое вмешательство в организм полезно. У хвостатых дамочек выравнивается гормональный фон. Если животное не стерилизовано и при этом у него нет вязок и нет потомства, то это все осложняет работу внутренних органов. И у таких животных, опять же это научно доказанный факт, в несколько раз чаще встречаются опухоли, связанные с половой системой. Каждую неделю в приют Ласка подбрасывают коробки с новыми котятами и щенками. Эти бездомные животные появляются не с неба, они все выходцы из квартир и домов, говорит Софья. Поэтому проект «Только желанные щенки» мог бы сократить число бродячих животных, если хозяева будут стерилизовать своих любимцев. Если мы говорим, например, какие-нибудь базы, предприятия, стройки, очень часто там сторож дождется, щенки сами начнут кушать в коробочку, сложил, какой-нибудь увез в другую часть города, поставил где-нибудь около частного сектора, они сами это вполне честно сознаются, да, мы так делаем, ну что там, частный сектор разберут. А в итоге одного разобрали, опять разбежались, да, и выросли, и вот начинается. Поэтому проект нацелен не на бродячих, а на домашних животных, а также тех, кто охраняет стройки и базы. Желающих бесплатно простерилизовать своего питомца уже почти полтысячи, хотя пункт еще даже не открылся. После первой тысячи бесплатных операций в пункте начнут стерилизовать за деньги. Но если средняя цена в обычных клиниках 2 500 за кошку и 5 тысяч за собаку, то здесь стоимость будет вдвое меньше. Если вы тоже не особо любитель собачьих свадьб и нежеланных щенков, то тоже приводите своего собакена на стерилизацию. Пункт должен открыться в конце марта, но пока можно оставлять заявки. Ирина Корчагина, Алексей Феризин. День с толком. Продолжение следует...